Я буду записывать темы вашего внутреннего дела. Сейчас он есть, но я сейчас вот замолчу, аудитории нету. Ну, представим себе. Тишина? Все. Достаточно было просто сесть на этот стул. А у кого сейчас есть внутреннее дело? Вот давайте на секунду остановимся. Есть, да? Давай. Все равно то, что мы сделали... Садись, садись. Это не на всех работает. Сесть на этот стул. Зачем я вышел? Спрашивать, зачем я вышел, да? Угу. Ну и вокруг этого, да? Там же и какие-то ответы, наверное. Все, хорошо. Давай помолчим просто. Поулавливай его. Про что он еще? Надо же мне что-то поговорить? Да. Может надо о чем-то говорить? Да. Зачем оно вообще? Оно чего? Зачем оно? Зачем оно? Оно связано с зачем вышел или надо говорить? Или это про что-то третье? Зачем оно вообще надо было? Зачеркиваю. Глобально. Да? Ну, оно же там про какую-то тему, внутренний диалог. Может быть, про несколько. Я не предлагаю его специально запускать, так поотслеживаю просто. Что там? Про что болтовня? Вот эти две идеи, да? Достаточно. А теперь у нас есть такая интересная метафора в НЛП про части личности, не связанная никак с психиатрическими отклонениями. Про у всех нормальных людей есть разные бессознательные процессы. Представить себе, что есть такой бессознательный процесс, который задается вопросом, зачем ты вообще вышел? Сюда? Да. И попробовать представить себе, что эта часть личности, она может иметь какой-то визуальный образ. Это образ не человека, а скорее это что-то вообще не связанное с тобой. Но связанное с этой частью личности. Как ты думаешь, она круглая или квадратная? Есть у нее форма какая-то? Прямоугольная. Прямоугольная, да? Какого-то цвета? Как молот похоже на брусок мыла. Да, такой прямоугольный брусок мыла, который задается вопросом, а зачем ты собственно сюда вышел? Да? А представь себе, что вот этот вот брусок, он где-то вот там, например, у тебя на ноге сидит. Прямо вот точку попал, Михаил. Это вот из предыдущего упражнения про шарики. Да, вот там сидит вот эта вот штука прямоугольная, похожая на кусок мыла. И у нее есть какая-то задача. Она там пытается выяснить, зачем ты вышел и так далее. А мы их просто. Да, и представь себе теперь, да, идею того, что ну вот ей же нужно чего-то этой штуке. Да. Да, ну и она вообще чего-то хочет. Поэтому там вот задает эти вопросы и крутит тебя в голове. Сейчас не надо логику включать, не надо искать эти намерения. Просто представь себе, что то, чего оно хочет, можно как-то визуализировать как какой-то ресурс. Я не знаю, может быть это будет там какой-то шар энергетический. Все что угодно, любая метафора. Как ты думаешь, чего вот она хочет? Уверенность. Не-не, это анализ, это понятно про уверенность. Вот если она получит эту уверенность, как она будет выглядеть? Вот эта штука выглядит такая, прямоугольный кусок мыла. Уверенность. Шар такой, да? Какого цвета этот шар? Голубого. Прозрачного. Ага. Вот возьми этот шар и дай ей этой штуке. И все. Все что ей надо, она получила. И сидит у тебя на колене. Вопрос решился? Сидим в тишине. Что-то там болтает в голове? Тишина? Прикольно. Прикольно. Про что-то надо говорить? Нет вопросов там? Наверное, тоже правильно. Не-не, как ты только начнешь об этом думать? Ну, нормально. Угу. Давай помолчим еще немного. Машина ездит, да? Слышно. Тишина? Да. Прикольно. Спасибо.